Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире в студии сегодня журналист Антон Хатиновский и мой сегодняшний гость Савелий Геннадьевич Пак, директор областной станции скорой неотложной медицинской помощи. Здравствуйте, Савелий Геннадьевич! Службы экстренного реагирования всегда вызывали к себе большое внимание со стороны общественности по поводу их приезда. Либо приехали не вовремя, либо не доехали, либо что-то еще случилось. Я не имею ввиду конкретно скорую медицинскую помощь в целом. Скажите, как сейчас работает служба приема вызовов скорой медицинской помощи? Ну, значит, с конца 2018 года у нас создан единый диспетчерский центр. Он находится на территории города Талдыкурган. Работает в нем 106 сотрудников, то есть выходит 26 сотрудников на смену. Из них это 13 диспетчеров по приему вызовов, 6 это эвакуаторы, диспетчера по эвакуации и старшие врачи. Как это происходит? В диспетчерской у нас установлена современная информационная система со спутниковым слежением, с картами, с GPS-навигаторами автомобилей и так далее. Все это отслеживается в прямом эфире на больших мониторах. Поступает звонок 103, не имеет значения, с какого уголка нашей области. Диспетчер по приему оформляет данный вызов, забивает адрес в компьютерную систему и передает его эвакуатору по вызову. Эвакуатор по вызову уже смотрит ближайшую свободную машину по категории срочности и отправляет машину на адрес. То есть этот процесс довольно автоматизированный, быстрый. Также за этим процессом в прямом эфире всегда наблюдают старшие врачи. В случае каких-то заминок, неполадок, то есть еще что-то переключается линия на них и происходит решение данного вопроса. Я напомню, что сегодня мы разговор ведем о работе станции скорой неотложной медицинской помощи. И напомню, что каждый телезритель может задать интересующие вопросы, позвонив нам на телефон прямого эфира. Код города Талдыкургана 8-72-82-40-0109. Звоните, пожалуйста, и подключайтесь к нашей беседе. На сегодняшний день как обеспечены бригады скорой медицинской помощи? Чем обеспечены? Что имеют наши врачи на вооружении? Знаете, у нас была очень сложная ситуация в первую волну пандемии, когда обеспеченность санитарным автотранспортом составляла порядка 56%. Плюс за счет того, что было бесперебойное обслуживание пациентов, машины на ремонт не снимались, то есть возникали большие проблемы. На сегодняшний день данный вопрос мы практически решили. Мы уже вывели 65 новых автомобилей на линию, которые получили по условиям финансового лизинга. Сейчас у нас на очереди еще 42 автомобиля, до конца недели мы их выпускаем. И до конца года планируем получить еще 45 автомобилей, что позволит нам обеспечить станцию скорой помощи 100% содержанием санитарного автотранспорта. То есть у нас по нормативу идет одна карета скорой помощи на 10 тысяч населения. На сегодня у нас уже функционирует порядка 148 бригад, то есть это уже с учетом новых. Плюс мы заменили уже старый автотранспорт санитарный. Все новые машины у нас оборудованы современнейшим комплектом оборудования, включая аппараты ИВЛ. Не только стационарные в карете скорой помощи, но и портативные. При транспортировке пациента на носилках уже непосредственно в стационар мы не отключаем ИВЛ, аппарат от пациента, то есть подачу кислорода. Также там есть дефибрилляторы, современные ЭКГ аппараты, отсосы. Ну и все, что необходимо по последнему слову техники. Все оборудование немецкого производства, оно не сборное. То есть это комплекс медицинского оборудования, установленный на машине. Все медицинское оборудование через спутниковую связь мы также соединили с областными больницами, что позволяет нам в прямом эфире передавать данные уже непосредственно на стационары. При снятии ЭКГ, допустим, при УКС-синдроме у пациента, данные ЭКГ напрямую попадают в кардиоцентр. Это в северном регионе, в южном регионе, это Алматинская многопрофильная клиническая больница. Там уже непосредственно узкие специалисты, врачи-кардиологи могут посмотреть, помочь в расшифровке данного ЭКГ и дать фельдшеру скорой помощи указания, необходимо ли госпитализировать данного пациента, либо оказать какую-то экстренную помощь на месте, допустим, или в карете скорой помощи. И это оборудование установлено вот в той технике, которую буквально недавно получили от Акима Алматинской области? Конечно. Но также нам через Управление здравоохранения и Акимат Алматинской области были выделены средства. Мы доукомплектовали аналогичным оборудованием все старые кареты скорой помощи. То есть они у нас не делятся теперь с новым оборудованием, со старым оборудованием. Они все доукомплектованы 100%. Вот, знаете, была такая, ну, отчасти, наверное, и смешная, и грустная картинка. По видео ходила, вы, наверное, знаете в интернете. Когда скорая помощь, буквально разбитый УАЗик, еще люди подписывали, что, дескать, медики скорую отжали у волков из мультика про Машу и Медведя. Вот как-то могли бы вы прокомментировать данную ситуацию, сказать, что это за машина, поскольку, ну, до сих пор еще, как бы, видео кое-где-то всплывает. Мы знаем данный факт. В Тербулакском районе он был зафиксирован. Машина была снята, это четвертая категория срочности. Станция скорой помощи, это первая, вторая, третья категория срочности. Но также мы отвечаем и за четверку, которая относится у нас к поликлиникам. На сегодняшний день мы готовим проект по поддержанию именно автотранспорта четвертой категории срочности. Они также, как и станции скорой помощи, областная уже на сегодня получили 28 новых автомобилей для оказания помощи именно жителям своего района. Это не относящиеся к нам, дополнительные. И мы сейчас готовим в передачу каждой районной больнице хотя бы по одной, по две машины, чтобы они также могли заменить свой автопарк. Особенно это касается вот таких отдаленных сельских округов у нас, где население, допустим, составляет от тысячи до полторы, где станции скорой помощи по нормативу мы не ставим, то есть карету скорой помощи для экстренных вызовов в таком поселке. Мы ставим где-то на границе, допустим, 3, 4, 5 поселков погранично ставим, чтобы доезд был везде одинаковый. А какой норматив прибытия скорой медицинской помощи? Согласно 450 приказа мы делимся на 4 категории срочности. По первой категории срочности это экстренный вызов до 10 минут доезд, по второй до 15, по третьей до 30. И четвертая категория это поликлиническая отсроченная до 60 минут доезда. Что мы на сегодняшний день уже проделали, чтобы достигнуть этого показателя? Мы не просто приобрели машины, открыли бригады и, так скажем, их скучковали в одном месте на базе центральных районных больниц. Мы сейчас послойно с каждым районом отрабатываем дислокации. Только в одном Нинбикши-Казахском районе на сегодня мы уже открыли 12 дислокаций. То есть это 12 карет скорой помощи, которые стоят в сельских округах и на границах Нинбикши-Казахского района. То же самое мы уже проделали и с Карасайским районом. Общее число дислокаций на сегодня мы уже увеличили на 29. До конца месяца планируем еще 16 дислокаций открыть. Что и позволит нам именно достигать вот этого порогового значения, особенно при первой категории 10-минутного доезда. Здесь надо принимать площадь Алматинской области больше 220 тысяч километров. И 206 карет скорой помощи именно для обслуживания экстренности надо филиграммно так выстроить, чтобы успеть доехать везде. То есть в одном месте нельзя их дислоцировать? Никакого смысла и эффекта это не даст результата. То есть мы можем увеличить в одном месте количество бригад, машин, говорить, что у нас все хорошо. Но если они не будут у нас раскиданы по всей области, то результата доезда не будет. Поэтому смотрим где-то ближе к трассам, где-то на границе именно сельских округов, где-то на границе районов. То есть вот эта работа, она на сегодняшний день ведется в большом объеме. Мы планируем до конца уже ноября ее завершать. То есть даже там, где у нас сейчас не будет хватать еще автотранспорта, но мы уже будем ставить эти точки. То есть с приходом автотранспорта сразу будем разворачивать. Перекрывать эти направления. Понятно, что пандемия затронула все сферы жизни нашей. И, честно говоря, внесла сумятицу даже среди медицинских сотрудников. С чем столкнулись работники скорой медицинской помощи в первую волну пандемии? Самая главная проблема. Ну, если анализировать первую волну пандемии, наверное, надо говорить, что это для нас, для всех было что-то новое, что-то страшное. Никто к этому заранее не готовился. Поэтому, да, был определенный ряд проблем, как я повторюсь, связанные и с износом автотранспорта, и с недоукомплектованием станции скорой помощи. Даже поначалу, мы не будем скрывать, что были где-то какие-то проблемы и со средствами индивидуальной защиты. Но эти вещи все послойно решились. На сегодняшний день станции скорой помощи 100% обеспечены средствами индивидуальной защиты. И, в принципе, ту потребность, которая нам сейчас необходима, мы закрываем на 100%. То есть мы анализируем количество вызовов, мы смотрим среднее задействованное количество автомобилей в сутки. То есть где у нас идет простой, даже если по нормативу у нас сейчас в каком-то районе, условно скажем, должно быть 5 карет, но какая-то из них простаивает, мы можем ее перегнать спокойно в другой район и там открыть из локации. Скажите, был ли страх перед вирусом у сотрудников неотложной медицинской помощи? И не было ли оттока кадров перед страхом? Бывает же, человек начинает паниковать, это же все-таки невидимый враг. И кто-то, может быть, решил, что просто либо уволиться, либо заболеть там как-то, отойти от своей работы. Ну, на этот вопрос, мне кажется, знаете, вот медики это такой народ, они где-то самоотверженные, где-то патриотичные. И когда была угроза в первую волну пандемии, наоборот, был даже приток где-то пациентов. Приходили и волонтеры, и говорили, давайте, когда им говорили, что это очень опасно, что это средства индивидуальной защиты, что это вирус, который по факту еще никто не знает и так далее, это не отбивало желание работать на станции скорой помощи. То есть люди выходили не как положено, там, в смену в сутки через трое. Многие говорили, мы можем работать сутки через сутки, пожалуйста, давайте только, мы поможем нашему населению. У нас такой проблемы абсолютно не было. Говоря о сотрудниках, нельзя не задать такой вопрос, были ли случаи заболевания вирусом среди фельдшеров и медиков? К сожалению, да, три наших сотрудника заразились данным заболеванием, данным вирусом, прошли лечение, благополучно прошли лечение. Ну, здесь что сказать, вот мы анализировали все ситуации, мы смотрели, где больше эпид-обстановка, кого как больше защитить, где можно было разделить потоки, допустим, сказать, что только вот эти две машины скорой помощи будут обслуживать КВИ, а остальные будут обслуживать, ну, наши, так скажем, обычные заболевания. Ну, когда уже началась такая пандемия, она развернулась в июне, в июле, да, мы понимали, что и обеспеченности не хватает, мы уже начали запускать практически все кареты скорой помощи для оказания помощи. Ну, я думаю, благополучно, даже с тем запасом, что у нас был, мы справлялись. Я напомню, что телефон прямого эфира, код города Талтыкурган, 872-82-40-0109, звоните, задавайте свои вопросы прямо сейчас. Напомню, что у нас в студии прямого эфира программы «Сегодня» гость Савелий Геннадьевич Пак, директор областной станции скорой неотложной медицинской помощи. Итак, продолжим разговор. Вот вы сказали о работе, да? Какая вообще необходима квалификация для того, чтобы работать на скорой помощи? И много ли сейчас желающих прийти и заняться вот таким благородным делом? Желающих на самом деле очень много. И это нам позволяет уже на сегодня проводить отбор сотрудников нуждающихся, то есть в тех, в ком нуждаемся именно мы. На сегодняшний день у нас приказом введено волонтерство. То есть перед тем, как устроиться, неважно, фельдшером, врачом, либо водителем на станцию скорой помощи, весь контингент проходит две недели волонтерства. То есть вначале смотрятся квалификационные требования, если он подходит, он проходит волонтерство, после чего создана комиссия, которая ведет, ну даже экзаменом мы это не назовем, а просто беседу, можно сказать, на знание того же среднего медицинского работника. Для чего это надо? Я думаю, это один из таких ключевых факторов. Мы обязаны поднимать квалификацию наших сотрудников. К сожалению, на сегодняшний день имеет место быть, когда и сотрудники скорой помощи могут не в полной мере оценить состояние пациента. Чтобы исключить эти факторы, мы ежедневно должны с ними работать. Мы должны понимать, кого мы принимаем на работу, какая у него первичная квалификация. В связи с этим на следующий год мы заложили колоссальную сумму, которой никогда еще на станции скорой помощи не было для обучения сотрудников. Это по всем позициям. Это и обучение диспетчеров, это и обучение фельдшеров, и врачебное обучение. То есть туда мы сделаем основной переток финансовых средств. Нам необходимо, чтобы у нас работали квалифицированные специалисты. Иначе смысла нет. Иначе смысла нет. Мы можем покупать оборудование, машины, но если в них не будет медицинских работников, квалифицированных медицинских работников, то это все может рухнуть. — Скажите, существует ли у вас специализация узкой направленности, я имею в виду каретнеотложной медицинской помощи, которые ни при каких обстоятельствах не выезжают на другие вызова, только, допустим, если педиатр и педиатрия обслуживают, кардиологи, кардиологические вызовы, или сейчас это границы стерты? — Если говорить по границам, у нас есть фельдшерские врачебные бригады. Фельдшерские бригады обслуживают все вызовы без исключения. Врачебные бригады — да, мы где-то их пытаемся распределить. Во-первых, у нас есть дефицит врачебных бригад. Сейчас мы работаем с врачами общей практики, мы готовы направить их на обучение за свой счет, за счет станции скорой помощи, на переподготовку для врачей скорой помощи. И здесь у нас стоит вопрос, если это, конечно, врач-реаниматолог, то мы его можем отправить на все вызова. Но отправлять врача-педиатра мы все-таки перестраховываемся. Почему? Потому что есть и педиатрически сложные вызовы. То есть, если, конечно, уже есть острая необходимость отправлять именно эту бригаду, то мы отправим, никакой проблемы нет. Но, тем не менее, резервы мы стараемся держать. — Вы знаете, иногда, когда люди вызывают скорую медицинскую помощь, можно обойтись без таковой, скажем так. И человек начинает говорить, что у меня, дескать, здесь болит, там болит. В некоторых случаях там просто отправляют скорую медицинскую помощь. Ну, в других городах. У нас, как на вот, говоря, что происходит, если человек позвонил, и может ли он получить, скажем так, элементарную консультацию, какую мне сейчас, доктор, таблеточку выпить, чтобы мне немножко полегчало, ну и чтобы я вас не напрягал, чтобы вы туда-сюда не мотались. — Этот процесс у нас, в принципе, отработан тоже до автоматизма. У нас, как я говорил, в диспетчерской электронной системе всегда дежурит два старших врача в диспетчерской. И также есть человек, который сидит на колл-центре. Это тоже врач, который именно для вот таких ситуаций. Любой диспетчер, когда ему задают такой вопрос, он просто нажать, чем кнопки переключает, либо на старшего врача, либо на колл-центр, где его могут проконсультировать. — Кстати, у нас эта работа поставлена очень хорошо, я сам анализирую данные ситуации. Каждое утро у нас проходит разбор, у нас все записи вызовов сохраняются в течение года. Допустим, мы проводим не только статистический разбор. Если мы видим отклонение в стат данных, допустим, по какой-то категории сложности госпитализировали пациента, или наоборот, при первой категории сложности его не госпитализировали, значит, необходимо провести мониторинг данного вызова. Мы поднимем запись, мы рассмотрим, почему была присвоена именно эта категория. Если есть проблема, так скажем, выставления категории именно со стороны нашего диспетчера, то там у нас также в диспетчерской с 1 ноября создан центр по подготовке диспетчеров. Это такое ноу-хау, которое мы внедрили. Это, так скажем, не боевая база, то, с чем они работают. Но на другом конце уже не пациенты, а те же старшие врачи. И мы просто анализируем, насколько правильно психологически готов наш диспетчер, как правильно он задает вопросы, не затягивает ли он время разговора. Допустим, при экстренности это тоже немаловажно. Понимаете, можно расспрашивать пациента, если у него какое-то хроническое заболевание. Но если у него какое-то острое пограничное заболевание, где человек очень тяжело уже дышит и разговаривает, может быть и не надо лишних вопросов много задавать, надо выяснять адресы, отправлять карету в скорую помощь. Вы знаете, не секрет, что с вызовом экстренных служб у нас часто возникают проблемы. Возникает проблема при вызове полиции, вызывают проблемы при вызове пожарных, и в том числе, как ни прискорно, со скорой медицинской помощью. Я знаю, что вы буквально сейчас говорили, что проводите анализ. В чем проблема? Вскрылась ли она? Она вскрылась, мы открыли эту проблему, мы много очень выясняли. Были жалобы от населения, что они вызывают скорую помощь. Идет гудок, идет звонок, но диспетчер не отвечает. В принципе, эта ситуация невозможна, она технически невозможна. Потому что даже если поступит 100-200 звонков за один период, наша система будет обрабатывать и держать их в очередности, так скажем. Но этот звонок никуда не пропадет с нашей системы. Я начал анализировать именно те звонки, которые мне сказали, их не было в системе. Значит, мы пошли в Казактелеком, начали разбираться там, нашли этих людей, которые написали жалобу. Причина крылась в другом. На сегодняшний день телефоны китайской фирмы Xiaomi и Redmi прошиты установкой, которая напрямую не вызывает 103. То есть, если на этих моделях телефона набрать 103, идет гудок, но при этом гудок не доходит до нашей диспетчерской. Выяснили, почему это. В них установлена программа, которая вызывается через 112, через экстренную службу спасения. Можно набрать либо 112 и попросить переключить на 103, либо впереди 103 набрать 9. Тогда эти телефоны позволяют напрямую соединиться со станцией скорой помощи. Я хотел бы именно обратиться к населению, кто имеет эти телефоны, данные модели телефонов, чтобы вы были в курсе. И при необходимости вызова 103, либо 9 вперед, либо через службу 112. Иначе ваш гудок может просто в системе где-то потеряться. Вы знаете, в старые добрые времена существовало разные виды скорой медицинской помощи. И одна из них была санитарная авиация. В лихие 90-е все это дело потихоньку угасало, 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 пока практически не исчезло совсем. То есть, в редких случаях скорая помощь куда-то вылетала. На сегодняшний день, как обстоят дела с санитарной авиацией? И есть ли уже реальные вызовы, реальные полеты, реальная помощь? Санитарная авиация – это одно из основных направлений, которые мы сейчас развиваем. Из тех первых автомобилей, которые пришли, санитарная авиация бывает не только воздушная. Она делится на воздушную и наземную. С самого начала мы оснастили наземную санавиацию. Мы поставили туда 8 автомобилей. Это реанимобили класса С, которые оснащены всем оборудованием. Они у нас делятся 4 в южном регионе, также 4 в северном регионе, потому что, как я говорил, площадь нашей области довольно обширная. Также круглосуточно на нашем аэродроме дежурит вертолет и самолет санавиации. Никаких проблем на сегодняшний день поднять судно в воздух нет, никаких ограничений не существует. То есть, любая заявка, любой пациент, который нуждается в воздушной или наземной транспортировке, она исполняется. Среднее количество вызовов у нас сейчас сутки по санавиации порядка 7. То есть, это и воздушную, я беру, и наземную. Чаще, конечно, мы на сегодняшний день пользуемся наземной. Но буквально, раз вы задали такой вопрос, мы сегодня разговаривали с центром экспертизы, с городом Нур-Султан. И нам тоже сказали, надо еще больше пользоваться именно воздушным авиасообщением. То есть, пожалуйста, пользуйтесь, никаких ограничений нет. Но санавиация, здесь надо понимать, что вроде бы как бы она должна уменьшаться, потому что мы развиваем медицину в районах. На местах, конечно. Где-то и узкие специалисты появляются, и оборудование добавляется. Но есть и отрасли, которые никогда, наверное, не заполнятся в отдаленных наших сельских округах. Вот для этого мы сейчас держим санавиацию, которая у нас, в принципе, круглосуточно работает. Если будет необходимость и увеличение количества вызовов, мы можем до 16 автомобилей прямо день в день увеличить санитарную авиацию. Спасибо большое. Я понимаю, что говорить можно сейчас очень долго о работе скорой медицинской помощи, поскольку вопросов очень много и вопросы очень интересные, на мой взгляд. Но, к сожалению, время нашего прямого эфира не резиновое, как говорится. И у нас буквально есть минута для того, чтобы вы сказали свои пожелания какие-то нашим телезрителям, ну и назвали, естественно, телефоны, по которым можно обращаться, касаемо работы неотложки. Ну, в первую очередь, хотелось бы, конечно, пожелать нашим телезрителям здоровья. Как бы ни была готова станция скорой помощи, хотелось бы пожелать меньше пользоваться услугами, услугами 103, в случае каких-то консультативных вопросов или возникновения какой-то жалобы. У нас есть телефон доверия, колл-центр 412131. Он также у нас круглосуточно работает, все звонки записываются, поступают и анализируются каждые сутки. То есть ни один звонок не остается без внимания. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, звоните. Любые вопросы, вплоть до консультативных, мы оказываем, мы развиваем это направление. Сейчас мы хотим отработать с организациями ПМСП данное направление, чтобы еще не сбрасывая линия переключалась туда. То есть все эти вопросы, они будут отработаны уже до конца этого месяца. Спасибо большое, Савелий Геннадьевич, что вы нашли время прийти к нам и ответить на наши вопросы в прямом эфире программы «Сегодня». Ну, а я в свою очередь пожелаю нашим телезрителям действительно большого здоровья, как, впрочем, и всегда, поскольку здоровье – это бесценное богатство, как и сама человеческая жизнь, ради которой и работают сегодня в любых условиях сотрудники скорой неотложной медицинской помощи. за что и спасибо вам, люди в белых халатах. До следующих встреч в эфире телеканала «ЖТСУ» в программе «Сегодня». До свидания.